Калина Иннокентьевна, здравствуйте! Здравствуйте! Центр Сосновый Бор готовится к открытию, к очередному летнему сезону. Известно, что это один из 680 учреждений в республике в целом, где наши дети будут отдыхать и оздоравливаться. Насколько готовы летние лагеря принять детей и как будут отдыхать наши дети этим летом? Должно отдохнуть где-то 62 тысячи ребятишек. В этом году все лагеря готовятся. Первый сезон дневного пребывания откроется с 5 июня. И с 15 июня уже в обычном режиме лагеря должны работать. Обычная работа для правительства республики Сахай-Акутия, для министерства образования готовить для наших ребятишек летний отдых детей. В этом году где-то 5,5 тысяч ребятишек должно поехать за пределы республики отдыхать. Это в Артек, в Орленок, в смену лагеря в Коснодарском крае. Я надеюсь, что ребятишки за летний период получат очень много впечатлений. Если анализировать мнение детей наших именно по Сосновому бору, где мы сейчас с вами находимся, то можно сказать, что дети все в восторге от этого комплекса. И сейчас мы планируем здесь построить международную арктическую школу. Этап уже на подготовке площадки начата. Надеюсь, что мы в установленной графике плана эта школа будет построена. Дети очень любят Сосновый бор. И мне бы хотелось, чтобы у нас побольше таких было мест, где ребятишки могли бы отдохнуть. Не обязательно выезжать за пределы республики. Не все родители хотят, чтобы дети поехали с мест, а больше находились рядом с родителями. Поэтому все лагеря будут работать в штатном режиме. Я надеюсь, что в этом году мы оздоровим и ребятишки будут отдыхать в лагерях, которые у нас созданы. Давайте перейдем от темы оздоровления подрастающего поколения к вопросу к сфере здравоохранения в целом по республике. Руководство Якутии в последние годы уделяет пристальное, серьезное внимание улучшению качества и доступности медицинских услуг, медицинской помощи. О каких конкретно решениях и мерах здесь идет речь? Основная наша задача, она лежит в следующем. Во-первых, нам необходимо обеспечить укомплектование наших медицинских учреждений профессиональными кадрами, для того, чтобы мы смогли предоставить качественные медицинские услуги нашему населению. Сегодня эта проблема есть, и мы решаем эту проблему разными формами. Первое, где-то мы организовываем выездные бригады. Второе, мы обучаем наших молодых людей в учебных заведениях внутри республики и за пределами республики. И у нас есть несколько таких проектов, как «Земский врач» и «Земский фельдшер». Эти проекты, они тоже нам дают определенные результаты. И сегодня процент укомплектованности медицинским персоналом, особенно в отдаленных, труднодоступных, северных территориях, он, конечно, улучшается. Есть программа, которая связана с поддержкой молодых людей по жилищным вопросам. Первое, на муниципальном уровне наши главы муниципальных образований стараются решать эти вопросы, предоставить жилье для медицинского персонала. Ну и плюс, конечно, мы у себя имеем программу такую. Я конкретно говорю по той персональной программе, которая существует. Это программа обеспечения жильем медицинских работников в арктических и северных улусах. Да, такой возможности пока у нас нет, чтобы эту программу распространить на всю территорию республики. Пока эта программа работает для арктических и северных улусов. Но наши молодые люди могут участвовать по всей республике в ряде других программ, которые работают сегодня. Вопросы укрепления материально-технической базы. Мы достаточно серьезно в этом направлении работаем. Это приобретение транспорта для медицинских учреждений. Это вопросы, связанные с высокотехнологичной помощью приобретения оборудования. Это томографы, различные догостоящие оборудования и очень необходимое нашему населению для диагностики. В этом направлении работаем. И, конечно же, всех, наверное, интересуют вопросы строительства объектов. Основные объекты такого межрегионального значения, как перинатальный центр, который должен быть введен, он будет введен в этом году. Вопросы, связанные население поднимает по строительству онкологического центра. Здесь у нас тоже процесс пошел. Мы сейчас находимся на стадии разработки проектно-смертной документации. Поликлинику номер-ты огромную в этом году мы сдали. Она очень нужна городу, городским жителям. И, конечно, в наших сельских населенных пунктах мы тоже ведем строительство фельдшерско-акушерских пунктов и ведем ремонты. Много, достаточно большое количество у нас лечебных учреждений, участковых больниц особенно, сегодня требует определенных ремонтов. Большой капитальный ремонт, реконструкцию проводим в Нерюнгрии. И в других населенных пунктах. Я надеюсь, что все планы, которые мы для себя определили, мы их реализуем. И менее важный, актуальный, ключевой для населения вопрос, это, безусловно, жилищный вопрос. Здесь людей беспокоит то, что программа переселения из аварийного жилищного фонда может быть приостановлена. Насколько обоснованы вот эти опасения? Здесь правительство республики идет поэтапно. Как вы знаете, и все жители республики знают о том, что у нас принята такая программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда. Мы ее реализуем, но условия программы таковы, что в перечень программы включается жилой фонд, который признан аварийным, поставлен на 1 января 2012 года. Общие квадратные метры, где-то около 490 тысяч квадратных метров, это по деньгам, это стоит на 30 миллиардов рублей. Считаю, что мы успешно реализуем эту программу. Хотя есть определенные сложности, но они вызваны где-то объективными, субъективными причинами. И я их могу отнести, конечно, к более активной позиции глав муниципальных районов, потому что это совместная программа, которую мы реализуем с участием глав муниципальных районов. На сегодня мы реализовали ее на 217 тысяч квадратных метров. Нам предстоит к сентябрю 2017 года выполнить эту программу в полном объеме. Это 490 тысяч квадратных метров жилья переселить из аварийного жилья. Ну, что хотелось бы сказать, что беспокойство людей, оно всегда, конечно, присутствует. Но сами понимаете, что в целом, если брать республику Сахай-Якутия, не брать там вот город Якутск, у нас есть жилой фонд, который был построен в 60-70-е годы. Мы делаем инвентаризацию жилого фонда в целом по республике Сахай-Якутия полностью и будем формировать программу на будущее. Жилье, это, наверное, для каждого человека самый важный вопрос. Будем решать эти вопросы. Многие якутяне, это естественно, хотят улучшить свои жилищные условия. Какими механизмами они могут воспользоваться? У нас достаточно много механизмов. Первое, это индивидуальное жилищное строительство, на что мы сейчас и настроены. Наши граждане очень активно участвуют в этой программе. Мы, со своей стороны, какими механизмами мы помогаем? Арктические и Северные Улусы. Это помощь материалами, компенсация по транспортным расходам. Мы через ФПК Тоймаду для районов, для индивидуального жилищного строительства выдаем займы, беспроцентные займы. Этим пользуются граждане очень неплохо. Если говорить о многоквартирных домах, то по многоквартирных домам мы сейчас ввели механизмы через Республиканское ипотечное агентство и через программу, программные продукты Алмаз-Иргенбанка. И в Алмаз-Иргенбанке также есть программа по ИЖС, по индивидуальному жилищному строительству. Это программа обеспечения молодых семей, это программа для многодетных, 5 и более детей. Достаточно много механизмов, которые должны мы, конечно, разъяснять населению. Население может решить свои жилищные вопросы. Елена Иннокентина, перейдем от города к селу. Вы много ездите по республике, посещаете десятки населенных пунктов в целом ряде районов республики. Насколько изменился и меняется облик якутского села, как вы думаете? Мне есть с чем сравнивать. Сегодня мнение такое, что якутское село очень сильно меняется. Вообще сельское местность сильно меняется. Меняется не только внешне, она меняется отношением жителей села к своему родному поселку. И те меры, которые принимаются главой республики, правительством республики, своими муниципальными образованиями, они, конечно, видны. Вот когда летишь, подлетаешь к какому-то селу, летишь в район и видишь, как серьезно стал меняться облик нашего села. Даже то, что... Простой такой вопрос. Если раньше дома наши были оформлены в такой серый фон, то сейчас в связи с применением новых строительных материалов, это красные, зеленые, голубые крыши. Это сегодня... Сегодня вот кровля совершенно другая. Это внешний облик села меняется, внешний. Это год благоустройства, который объявлен главой республики. Село сегодня стремится к тому, чтобы... Я хочу жить в сельской местности, готова жить в сельской местности, но я хочу иметь благоустройство, как в городе. И люди на самом деле к этому стремятся. Очень сильно меняется облик, очень сильно меняется отношение людей. И каждый сейчас хотел бы видеть свой двор комфортным, уютным и жить в своем родном селе. Очень много строится школ. Вот знаете, прилетаешь в село, красивое здание школы. И уже вокруг школы объединяются люди. Красивое здание многофункционального центра, красивое здание больницы. Поэтому желание жителей, и всегда ставится первый вопрос, хотели бы хорошую новую школу. А мое желание, чтобы наши дети, все в республике Сахар-Якутия, ходили в благоустроенные школы и получали качественное образование. Это, думаю, очень важный такой момент. Пример приведу вот того же своего Оленекского района, где я начинала свою трудовую деятельность. Вот я сейчас приезжаю в поселок Оленек, да, и думаю, как вот серьезно изменилось все. В то время, когда я там работала, там был всего один двухэтажный дом. Сейчас стоит классная, красивая школа. Люди компактно застраивают участки, строят жилье, индивидуальное жилье. Никогда бы не мечтала, я не думала, что в сельской местности, вот в Оленеке, например, будут люди стремиться к строительству своих домов и жить не в многоквартирных домах. Сильно меняется село, и думаю, что меняется в хорошую сторону. И неправда, что люди не хотят жить в селе. А город без сельской местности не сможет пожить. Кто будет город кормить? Да, это правда. Вы затронули работу властей республики, правительства. Недавно опубликовали информацию, появились данные о том, что Якутия вошла в список регионов-лидеров по стране среди эффективности работы и деятельности органов исполнительной власти. Как Вы оцениваете такое мнение о работе власти республики? Это работа Вашей команды? Наверное, не совсем так. Это не только работа нашей команды. Это итог труда каждого жителя нашей республики. И считаю, что эта оценка, которую мы получали в 2014 году и в 2015 году, это труд у многих наших людей. И результат, и оценка, которую мы получили в этом году, я надеюсь, она справедлива, потому что наш народ потрудился очень хорошо. И я хочу, чтобы наши жители республики Сахай-Якутия каждый к себе отнес результат оценки, что это потрудился я, и что я и в будущем буду трудиться так, чтобы республика наша развивалась, чтобы людям было в ней удобно, уютно, комфортно. И хочу пожелать всем здоровья и успехов.